Игра 1-8 финала Донбасской Лиги Смеха прошла в Краматорске. 12 команд из Донецкой и Луганской областей представили на суд жюри свои шутки. Вместе с молодыми юмористами в этот раз выступали и их тренеры. О чем шутила молодежь, расскажут наши корреспонденты. Донбасская Лига Смеха снова в Краматорске. На сцене Дворца культуры 12 команд. Каждая старается рассмешить и удивить зрителей и жюри. Знаешь, дорогая, мне кажется, наш сын на нас не похож. Потому что у нас дочка. Молодые юмористы и авторы признаются, некоторые номера родились буквально в день выступления. Репетировали перед самым выходом на сцену. Нервничали перед самым концертом. Очень много вырезали материала. И буквально за часов 16 до начала концерта был полностью материал одобрен. За час, максимум два отрепетирован. Зрителям концерт понравился. Нам нужно смеяться, нам нужно позитива побольше набираться. Это нужно людям. Из 12 команд в четвертьфинал прошли 10. И хотя до победы еще далеко, первому успеху молодые юмористы искренне рады. Мы прошли! У каждой команды опытный тренер. В этот раз наставники вышли на сцену вместе со своими подопечными. Бывалые комики говорят, юмор сближает и делает людей добрее. Объединяет людей. Люди становятся добрее, милее, умнее, смешнее. Она помогает. Это общение. Общение людей – это всегда плюс. Такие конкурсы позволяют молодежи реализовать свой творческий потенциал, считают организаторы. А еще это хорошая разрядка в столь непростое время. Мы хотим показать, что даже в военном регионе может быть место для смеха, для юмора и для жизни. Потому что война идет четвертый год, а жизнь продолжается. И молодые люди, которые сегодня выступали, тому прекрасное доказательство. Следующие этапы Донбасской лиги смеха пройдут и в Мариуполе. А победители выступят на международном фестивале Лиги смеха в Одессе.